Всем привет! Сегодня мы рассмотрим, как установить Windows 10, если есть лицензионный диск, а CD-ROM нет. Такая проблема может возникнуть, если ваша организация или вы купили коробочную версию, а на вашем ноутбуке, то есть на новых версиях ноутбуков часто такое случается, нет CD-ROM. Если у вас возникла такая проблема, вам нужно создать загрузочную флешку. Windows на этой загрузочной флешке, конечно, должен быть лицензионный, так как у вас есть лицензионный Windows, то есть диск с Windows, то есть для того, чтобы создать лицензионную флешку загрузочную, переходите в любую поисковую систему и вводите «Скачать Windows», после чего переходите по верхней ссылке, то есть это, скорее всего, будет ссылка с официальным сайтом Microsoft. Дальше нажимаете «Скачать средство сейчас», выбираете, куда его скачать и ждете, пока оно загрузится. Запускаете. Соглашаетесь с лицензией. Здесь выбираем «Создать установочный носитель другого компьютера». Дальше на этой странице выбираем вариант такой, как нам нужен. Можем оставить по умолчанию, можем выбрать 64-битный Windows, допустим, то есть архитектуру. Переходим далее. Нажимаем «Ок». Выбираем USB, выбираем свою флешку, после чего ждем, пока программа создаст нам загрузочную флешку. Через некоторое время нам программа выдает, что USB-устройство флеш-памяти готово. То есть наша загрузочная флешка готова, и можно начинать приступать к установке Windows. Да, и не забудьте нажать кнопку «Готово». Я буду устанавливать Windows на вот такой вот новенький ноутбук. Для этого берем флешку и вставляем в USB-разъем. Если не знаете, что такое USB-разъем, вот так вот он выглядит. После того, как вставили флешку в USB-разъем, включаем компьютер и ждем, пока он загрузится с флешки. В моем случае ничего нажимать не нужно было, то есть ноутбук загрузился сам с флешки. Может быть ситуация такая, что вам нужно понажимать F-ки, то есть F8, F9 и другие F-ки. Какая-то из них даст возможность выбора, с чего загружаться к компьютеру. После загрузки компьютера с флешки мы увидим вот такое вот окно, в котором мы можем выбрать пункты, а можем и не выбирать. Первый – устанавливаем язык, то есть на каком языке будет интерфейс Windows. Далее формат времени денежных единиц и метод ввода. Нажимаем «Далее». В этом окне нажимаем «Установить». В следующем окне нас просят ввести ключ активации Windows, который у нас, конечно же, есть, ведь у нас есть лицензионный диск, и с него мы возьмем этот ключ. Открываем коробку, внутри мы увидим конверт с диском, сам диск нам не нужен, нам нужна только наклейка с активационным ключом. На наклейке есть защитное поле, которое нужно стереть с помощью монеты. Мы его стираем и видим код. Вводим код в специальное поле и нажимаем «Далее». Нажимаем «Я принимаю условия лицензии» и нажимаем «Далее». В следующем окне выбираем второй пункт, так как нам нужно установить Windows на чистую машину, на котором Windows никакого не было. Дальше мы попадаем в окно, в котором нам нужно диск разбить, то есть разделить его на несколько частей и отформатировать. Вначале нажимаете на «Диск», потом нажимаете на «Создать». Ниже появляется строчка, в которой нужно указать размер. Я указываю размер 100 ГБ. Это, конечно, многовато, но у меня большой диск, пусть будет так. После чего нажимаете «Применить». Далее выскакивает окно, в котором Windows спрашивает вас, создать дополнительные диски или нет. То есть для его лучшей работоспособности нажимаете «Ок». Дальше с неразмеченным пространством делаем то же самое, что и перед этим. Единственное, не выставляем размер, а оставляем такой, как есть и нажимаем «Применить». В результате у нас получилось 5 разделов. Выбираем четвертый, то есть в том, в котором 100 с чем-то ГБ и нажимаем «Далее». После чего появится вот такое вот окно с процессами. Возле каждого процесса будут появляться проценты. Дождитесь окончания. После того, как процессы завершатся, компьютер перезагрузится, потом выполнит еще несколько действий. Опять же перезагрузится, так может происходить несколько раз. Пока компьютер не установит систему. Дальше мы уже не устанавливаем Windows, мы его просто настраиваем. То есть мы видим окно подключения к Wi-Fi. Выбираем вашу точку доступа, если у вас есть Wi-Fi. Если нет, нажимаем «Пропустить». В этом окне выбираем «Использовать стандартные параметры» и ожидаем. На этом этапе мы можем войти в свою учетную запись. Можем ее создать, если у вас ее нет. Или можем пропустить. Я пропускаю. На этом установка и настройка Windows завершено. Windows нам еще покажет несколько приветственных сообщений, после чего покажет чистый рабочий стол. Теперь мы можем работать, используя Windows 10. Кому данное видео пригодилось или понравилось по какой-то другой причине, ставьте лайк и подписывайтесь. До новых встреч! 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 Продолжение следует...